5 часов вечера мы с девчонками поехали развлекаться если честно с утра пувыркаемся занимаемся сборами потому что до отъезда остались считанные дни планируем в субботу уехать и сегодня четверг приехали на новослободскую дальше пока я точно не знаю потому что нас ведет дочка а мы с ксюшей как приложение к ней идем на новослободской я проработала несколько лет поэтому вообще не понимаю куда мы думаю что это будет какой-то то ли кафе то ли ресторан ой как здесь все поменялось и слава богу сделали широкий тротуар раньше был такой узенький на нем еще и машины сбоку парковались наезжая передними колесами на сам тротуар и невозможно было разминуться двум людям идущим в разные стороны ладно пошли бы искать наше место назначения ресторан ландрин здесь будет очень интересное мероприятие почему-то афиши никакой нету но сейчас зайдем и я расскажу вот такое вот мероприятие мероприятие маяковские богемы двадцатого века значит сегодняшнее меню на этом мероприятии розбив с салатом у ребяка доминика рябчик с ананасами мороженое из сирени значит что будет не фокусируется спасибо ну где же уже начало всех этих вот там в уголке сидит мужчина он наверное будет что-то рассказывать а ты мне и проходит как ты мне согласен я умру я умру я умру ее и дать не дать не дать я умру меня зовут Анна Амельченко я создатель проекта гидамистики видите сегодня вот Владимир Владимирович с нами и с этой стороны и у вас на столах и собственно везде воздаем сегодня дань этому гению воздаем дань его эпохе и будем пробовать чем могли угощать в то время не по-советски тогда такие люди выделялись из общей массы выходили они из дома 4 дробь 2 и направлялись к гастроному на первом этаже гостиницы Украина значит дама была одета очень интересно в зеленую норковую шубу вот именно так в зеленую норковую шубу они заходили по странам и спутник вставал в очередь молочный отдел некоторые скучают поэтому через день напрасну ну так вот он вставал в эту очередь а дама красиво садилась на мраморный подоконник и ожидала значит он выбивал в кассе сырки приносил ей она открывала рот и говорила покажи мне он аккуратно распаковывал все эти сырки она все это поедала и потом значит к ужасу и удивлению остальных советских граждан они торжественно покидали этот астрономик значит кто это такие это Василий Катанян и Лиля Брит да, Василий Катанян последний муж Лили Брит о Лиле сегодня поговорим куда же без нее первая подача розбит с салатом кафе на Михайловской площади знаменитая бродячая собака дом 5 или клуб общественного интимного театра появился на карте Петербурга 31 декабря 1911 года знаменитое кабаре оно было широко известно прежде всего своими скандалами они здесь случались довольно часто наиболее запомнившиеся безусловно были связаны с футуристами именно здесь 11 февраля 1913 года Маяковский прочел свое стихотворение вам что по воспоминаниям создателя кабаре Бориса Пронина имело действие грома случились дороги Ахматова которая при всем присутствовала вспоминала Маяковский стоял на эстраде совершенно спокойно и не шевелясь курил огромную сигару до каши пирожного и заедок заедок это то что подавалось к чаю сласть и тому подобное чаще всего кулебяк имело форму батона длинного узкого высокого пирога значит вот эта форма была очень выгодна для ресторанов и трактиров было легче разрезать если понятно вторая подача кулебяка доминика хозяйка могла варьировать они так уж важны в какой форме с этим легче управлять значит ну вот собственно вам уже вынесли я не буду с вами вечерними разговорами нет кулебяки я так понимаю с разными начинками или кулебяки всегда с разными начинками смысл а почему мой ножик вот а в перерывах кроме информации еще проводят викторину разработал для себя весьма остроумную систему установил семь обедающих знакомств как вы думаете что это такое уходил раз недельку в восемь совершенно верно ходил неделька да обеда неделька у нас тоже есть уже две фишки покажи вот смотрите как прелестно в воскресенье ем учуковского понедельник ефрейного и так далее в четверг было хуже ем репинские травки для футуриста ростом в саже это не дело вот видите как интересная цитата да на какой продукт чаще всего маяковский обрушивается стиранами на мясо она у нас восьмого по 1922 год находилась по разным адресам наиболее известный адрес это большой гнезняковский переулок дом 10 подвал дома Нернзея архитектор и владелец Эрнст Нернзея сконструировал многоэтажный дом украшенный керамическими лебедями художника Александра Головина пока еще дом сохранился да спешите это кабаре управлял Никитой Балиевым он был пайщиком Московского художественного театра и секретарем Владимира Ивановича Немировича Данченко на сцене Балиев прославился исполнением роли хлеба в Синей птицы да ну это вообще особая такая категория артистов Московского художественного да которые участвовали в Синей птице в советское время говорили вот начнешь играть кота в Синей птице и будешь всю жизнь играть кота собственно название Летучая мышь да это парафраз на ту же пьесу Медерлинка Синяя птица в Англии член клуба а тогда вот член профсоюза да и соответственно вот только люди с так сказать характерным удостоверением да могли попасть как вот это показано у Булгаков значит со стороны кого пускали Маяковский Есенин Горький Юрий Карлович Олеша который начал свой замечательный роман лучше тот чем многие другие он поет в класете вот так начинался роман замечательный роман ныне в этом здании литературный институт имени Горького Олеша в книге прощания зафиксировал меню этого ресторана водка в лафитничках закуски в стойке кильки сардинки мисочка с картофельным салатом маринованные грибы выпиваю стаканчик конечно любил выпивать если он не выпивал его не было в зале значит что-то произошло когда это катастрофа выпиваю стаканчик крякаю даже как-то рукой смахиваю съедаю гриб величиной с избу волшебно зелен лук отхожу сажусь к столу заказываю скалоп собирается компания не стаканчика достаточно я позднее попадал в продуктовые заказы не предназначенные для всех если говорить о более близком к нам времени 80-е годы 20-го века эти ананасы ломтиками фасовались в полиэтиленовый пакет и опять же попадали в заказы интересно что уже после смерти Маяковского в меню салона «Лили Брик» стали появляться те самые рябчики поэму она читала невнимательно при этом ну что очередная классика Маяковского из поэмы Владимир Ильич Левин ешь ананасы рябчиков жуй день твой последний приходит буржуй вот у нас сидит буржуй ест ананасы еще один буржуин ну и конечно я тоже в семействе буржуин да буржуины да буржуины в дом а почему бы ооооо Владимир Владимирович ну и вам Клопомор не поможет, смей уверить Загородный дом С собственным бильярдом Выстроит на наших с вами костях Ваш Пресвиткин Маяковский выкатил Лошадиный глаз и, зажав Папироса в углу рта, мотнул головой Абсолютно согласен Независимо От результата игры Расставались дружески И все зрители расходились Разочарованные Ну и замечательный тоже случай Связанный с произведением Владимира Ильича Маяковского Мистерия Буф В свое время он бросил такую фразу В будущем Люди, читающие Мистерию Буф Наполняйте ее своим содержанием Вот по скандале В доме 15-12 По Генбрикову переулку Ныне переулок Маяковского С 1926 года Жили Осип Брик, Виля Брик И фролетарский поэт В один из таких вечеров Между пирожками и напитками Нелицеприятно обсуждали Один киносценарий Выяснилось, что сценарий Принадлежит присутствовавшему Здесь Виктору Шкловскому Лиля предложила Обсудить другой Плохой сценарий Шкловский не выдержал Пусть хозяйка Занимается своим делом Разливает чай А не рассуждает об искусстве Тем не менее Именно благодаря Лиле Брик Творчество Маяковского Не было забыто В СССР После уже его смерти Произведения были удалены Школьной программой На 1935 год Тогда он написал Письмо Сталину И добилась Увлековечивания Поэта Организовали музей И начали печатать Ранее приостановленное Собрание сочинений Но Пастернак Грустно заметил Маяковского Сталик водить Принуждительно Как картофель При Екатерине Это было его Второй смертью Внею Не поднимо И последняя десертная Подача Это мороженое Из сирени Это был аккуратный Очень шарик Очень аккуратный Вот оно такое Не отражает у меня Оно в общем Как нежнейшая сирень Вот знаете Вот это вот Самая сиреневая сирень А я тут уже раздолбала А вот у меня в тени видно Вот видишь Там в тени видно Что оно сиреневое Так что Вот такое заключение У нас вечера Мороженое Из сирени Мы сейчас едим Наслаждаемся Его вкусом И едем домой Мы сегодня Очень-очень-очень Устали А мама Куда девалась Мы с ней вместе были Вообще-то Все До Анина На метро Там у нас Где-то припаркована Машина По прямой От Менделеевской То есть зашли На Новослободской Сейчас перейдем На Менделеевскую По прямой По-моему 12 или 13 Станции Анина И К нам В коттеджный поселок Все, друзья Спасибо, кто сегодня Был со мной Вместе С моими Девчонками Это наш Такой Был Прощальный Как бы Ужин Они через Несколько дней Улетают Я поеду Конечно Их провожать Все Всем Хорошего Вечера Время Уже Позднее Мы Домой Кстати Новослободская Одна Из Любимых Моих Станций Потому что Она Мне напоминает Сказочную Какую-то Шкатулку И я Все время Вспоминаю Божова Каменный Цветок Хозяйку Медной Горы Красивая Очень Станция Очень Красивая Все На этом Точно Прощаемся Пока Пока Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...